И снова здравствуйте, всем привет! Ещё раз хочу пригласить всех в группу 3D моделей для анимации и мультфильмов. В этой группе находятся персонажи, которые используются в роликах. Также персонажи с ригами, какая-то информация. Здесь вот планы по персонажам, которые возможно буду дальше делать. Можно всё это дело обсудить, подобрать какого-то персонажа. Значит сегодня будем вставлять вот этому Тарзану риг. Уже много, конечно, роликов, где я вставлял риги. Ну пускай будет по персонажу, вроде бы как. Вот этому ещё интересно будет Клейтону риг вставить. Здесь находится файл Blender, общ файлы и значит файл это The Brush. Здесь можно его взять, переделать, что-то добавить, что-то убавить. Можно экспериментировать. Персонажи полностью свободны. Вы можете их как продавать, как отдавать. Делайте с ними что хотите. Здесь вот есть с анимациями по прошлым роликам. Ну, в смысле, впрочем, посмотрите, да. Так, погнали. Поставляем теперь ригу. Риг значит персонажу. Итак, End панель, Screencast Key и всё вот. По Берри кому-то всё сделаем. Тут, в принципе, недолго всё это дело вставляется. Погнали. Так, пускай будет с цветом, так будет прикольнее, да. Shift-A, сочетание клавиш, Mesh, арматура, Single Bone. Ставим Single Bone на Viaport Display in Front. Уменьшаем. Заходим в Edit Mode, английская A. Делаем S. Ставим косточку на TAS. Вот таким вот образом. На OPS заходим. И то, что нам не надо, давайте пока скроем. Это английская H. Скройка на Nopad. Смотрим, где у нас находится косточка. Выбираем косточку. Заходим в Edit Mode. И, значит, косточку ставим повыше. Я вот персонажа первый раз сделал вот таким вот чуть изогнутым. И руки, вот видите, вперёд поданы, да. Ну, посмотрим, как будет работать плечевой сустав. Возможно, вот эта поза, ну, больше подойдёт, значит, для начала анимации. Первый раз вот такое, повторюсь, делаю. Так, и вот теперь вопрос, как? Делать ровную тазовую кость? Ну, наверное, будет ровно. Так, мы её уменьшаем, потому что вдруг будет гнуться поясница. Ну, а теперь английская E. До рёбер. Так. Чуть-чуть выберем, подровняем. Не вопрос. Значит, E. Это уже будет шея. Так, единица на нампаде. Так, а что у меня персонаж, по-моему, сдвинут, да? Так. Альт-Аш, не подготовил. Я вообще не подготавливаю какую-то информацию. Просто открываю файл и начинаю что-то делать. Поэтому у меня в роликах очень много попадается косяков. Ну, как косяков. Для кого косяк, а для кого-то опыт, да? Так. Юбку эту аж скрываем. Ну, вот попали уже ровно. Опять выбираем кости. И опять выйдет мод. Так, тройка на нампаде. Куда у нас тут смотрит шея G? Под челюсть её доводим. И одна, значит, косточка на голову. Так. Теперь я по традиции, значит, вставляю первую косточку Alt и Clear Parent. Соединяем, вытягиваем. Поставим её, значит... Ну, пускай на нос. Если вам нужно, чтобы, значит, можно было руководить носом, да? То делаем такую штуку. Ctrl-Z. Смотрите. Вот эту косточку можно сделать поменьше. Делаем S. Можно её G чуть-чуть задрать. Вот здесь переносится. Переносится, не двигается. Двигается только передняя мягкая часть. Значит, вытягиваем на переносицу вот так вот косточку. И ещё одну. Тогда мы сможем уже, значит, шевелить носом. Так. Эту косточку вяжем через Shift в голове. Ctrl-P, Keep Offset. Теперь, можно сделать Shift-D. Так, пардон, Ctrl-Z. Мышка подтупляет. Shift-D. Выбираем косточку. Ставим её вот сюда на рот. Медзи. Находим, где будет приблизительно вот это уровень рта. И рекомендую, значит, как бы вот сюда её поднять. Потому что здесь косточка её подтянет. И будет прикольно. А лучше, значит, чуть-чуть ещё даже больше. Теперь Shift-D. Ставим на низ. G. Здесь уже угол можно чуть побольше сделать. Посмотрим потом, как это всё заработает. Но этого, в принципе, должно быть достаточно. Чтобы всё это дело повязалось. Так, что ещё можно сделать? Вот у нас есть какие-то оконечности. Ну, давайте сделаем вот так вот. Единица на пай. Выберём косточку Shift-D. Поставим её тройкой на на пай. Сделаем S. И уведём чуть-чуть вбок. Ну, вот пусть она стоит. Если что, можно будет уже более правильно подтягивать рот. Возможно, даже придётся ещё косточки добавить. Но это уже в процессе будет. Значит так. Вот эту косточку мы вяжем к этой книжне. Ctrl-P. Keep Offset. Эту косточку, которая отвечает за верхнюю губу, вяжем, значит, к носовой. Ctrl-P. Keep Offset. Так, а эту косточку вяжем... А куда мы её вяжем? А мы её вяжем к голове. Ctrl-P. Она уже привязана. Так, глаза я пока делать не буду. Не суть вопроса. Просто тестим, значит, как будет работать наш персонаж. Так. Здесь вот можно как делать ещё. Е. В прошлых роликах я вот показывал, что вы пускаете вот здесь вот. Значит, ограничитель таза, чтобы когда будет сгибаться персонаж, вот этот бок оставался целый. Не уминался, не растягивался, ну и так далее. Альт-П. Клиер Пэрент. И вяжем её к тазовой. Ctrl-P. Keep Offset. Так. Это дело есть такое. Давайте сразу ноги. Е. Вытягиваем косточку вниз. Альт-П. Клиер Пэрент. Тут тоже много вариантов, значит, как эти кости вставлять. Так. Это G. G английская. Ну, выше, думаю, не надо. Вот. Давайте вот. Вот до сюда. Вот до линии сгиба паха. Будет нормально. Выбираем косточку. И опять же вяжем Ctrl-P. Keep Offset к тазовой кости. Тройка на нампаде. Теперь тут будем регулировать. G ловим колено. Тут G ловим немножко таз. Английская Е. Вытягиваем до пятки. Ну, можно до сустава. Значит, Е маленькую косточку сюда. И чтоб пальцы чуть-чуть крутить, значит, выделяем косточку на пальцы. И вот у нас получается, видите, да? Нужно поправлять. Вот так вот. Смотрим постоянно фаз, профиль, анфаз. Вот так вот крутим персонажа, если необходимо это делать. Чтобы точно все легли в меш. Так, косточку вытягиваем. Можно ровно, можно под эскос. Делаем Alt-P, Clear Parent. Это будет у нас, значит, управляшка. И, значит, привязываем вот эту косточку, вот эту косточку стопы к этой косточке через shift. Левая кнопка мыши, Ctrl-P, Keep Up Set. Так, направляющую я делать не буду. В принципе, я в ней не нуждаюсь. Если будет бег какой-то, то все поправляется, все работает. Не столь важна эта кость. Но если чтоб гемора меньше было, то тогда кость управляшки колена, направляющей точнее, вы можете установить. Это в прошлых роликах все есть. Ну, погнали теперь ключицу. Е, вытягиваем ключицу. Alt-P, Clear Parent. Можно ее даже вот так разворачивать, согласно анатомии, опускать ниже, выше. Ну, в принципе, тут не столь это будет влиять. Главное, чтобы она была на своем месте и именно в меше. Так, теперь что у нас? Доводим до плечевого сустава. Вот где-то вот тут, где плечо, полоска плеча идет. Значит, доводим и Е выходит на бицуху. Тут уже придется, значит, сверху смотреть. Потому что рука, вы видите, нестандартно сделана. Будет эдакий геморр. Ну, как геморр. Не столь это, опять же, проблематично. Не столь это так катастрофично. Но результат может быть, возможно, нас удивит. Так, вот самое, что я не люблю делать, это вот кости, значит, вставлять на кисть руки. Так. Вытягиваем центральную косточку. Следом от центральной, вот, от этой кости, вот, предыдущей, Е, вытягиваем кость. Это будет кость-управляшка. Смотрим, чтобы ее не покосило как-то иначе. И, значит, вяжем вот эту косточку к этой. Ctrl-P, Keep Offset. Все нормально, все хорошо. И теперь ловим момент. Вот вы видите, что кисть у нас перекручена. Можно, так, опять у меня мышка через раз нажимается. Так, и тут можно по-простому, а можно по-сложному, значит, все это дело делать. Ну, давайте по-сложному сразу, чтобы уже геморрой, так геморрой, да. Так, выбираем косточку, G, вытягиваем. Так, пусть будет эта центральная. Кисть руки, конечно, очень сделана иначе. И поэтому, возможно, будет эдакий какой-то геморрой. В прошлых роликах я уже показывал самую лучшую позу, значит, для кисти. Как лучше делать кисть, чтобы все попадало сразу и не надо было вот этого ненужного кручения. Так, ну, погнали опять косточка E. Косточка E, сразу G. Вот сейчас я их вставляю, а сам, в принципе, видите, не вижу, точно они попадают или нет. Потому что вот такая специфика этой руки. Так, вот, видите, вроде бы попали, а нужно еще подогнать, чтобы уже потом не было никакого геморроя. Когда вы вот так ее отводите, и она чуть-чуть, видите, уходит в бок. Нужно поправлять обязательно. Ну, такая вот штука. Так, теперь смотрим, чтобы никуда это все дело от костяшек не уходило. Ну, вроде бы вставились. Сабдивайдим, 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 сабдивайдим. И тут точно так же. Так, нам осталось немножко напрячься, сделать вот этот палец большой. Значит, E вытягиваем. И можно сразу вот так вот. Вот. Все равно не попали. Значит, вот так вот догоняете, и все опять повторяете. Вот так вот. Смотрим теперь под разными ракурсами. Вот, выводим. И чуть-чуть уводим вбок. Ну, как-то так-то. Сабдивайдим. Тут уже на две косточки. Так, теперь дадим ему изгиб. Ну, чтобы палец знал, куда будет изгибаться. Ну, в принципе, все. С рукой закончили. Тут теперь вопрос в чем. Можно добавить косточку на грудину. Давайте выберем косточку, вот эту вот, вверх. Которые на самом деле говорят, что это низ. Alt-P, Clear Parent. Отсоединяем и просто уводим вбок. И ставим на сосок. Под мышку. Вот. Ну, чтобы вот эта часть как-то регулировалась. Тут можно еще одну косточку добавить на крыло. Ну, это уже, опять же, другая история. Так, ладно. Все. Вот, в принципе, что нам нужно, да? Это мы вставили. Теперь мы копируем полностью вот эти все косточки, которые не выбрались дополнительно. Проверяем, выбираем. Так, все. Налицо не лезем. Там нам делать нечего. А, хотя, пардоньте, забыл. Вот эта вот косточка одна. Тройка на нампаде. Единица на нампаде. Shift-D. Делаем дубликат. Делаем Mirror. X-Global. Ну, и подгоняем под нашего персонажа. Так, смотрим, чтобы все легло в точности. Во! Косточки совпадают. Все хорошо. Но косяк в чем? Теперь нужно перевязать их. Вот эту косточку и вот эту. Выбрать и через Shift-L вяжем к грудине. Ctrl-P и Pop-Set. Опять же, на локти я не буду направляющие ставить, потому что они будут очень мешать делать какие-то кульбиты. Ну, и не столь они нужны. Так, ну все. Персонаж готов. Теперь самое интересное. Тройка на нампаде. Выбираем парик. В смысле волос. Alt-H. Выбираем наши штанишки. Вот эти штанишки. Уводим вперед. А волос назад. Так, теперь выбираем наши кости. Заходим в Edit Mode. И в один риг все это дело вяжем. Можно, конечно, разные делать риги. Ну, там тоже нужно знать, как, да. Так, здесь нам понадобится... Ну, давайте вытянем какую-нибудь косточку. E. Alt-P. Clear Parent. Английское R. Перекручиваем. G. Подставляем. Так. И вот как тут лучше вязать. Смотрите. G. И вот так вот, наверное, наперед выводим, чтобы она с пупка торчала. Так, теперь. Ага. Даже нет. Это будет плоховато. Давайте это вот так вот, к поясу. Во. Вот это уже будет нормально. Теперь делаем E. Вытягиваем косточку. Alt-P. Clear Parent. G. Подставляем под нашу форму, значит, материала. Так, есть такое дело. И теперь английское E тянем вниз. Ну, пусть три косточки. Много не надо, чтобы потом не было геморроя. Ну, что еще можно? Перешифт выбрать вот эти вот косточки. Shift-D. Вот так. И сюда Shift-D поставить. В принципе, нормально. Тройка на нампаде. Shift-D. Подставляем сюда. А можно их было все и увести. Так, вот эти выбираем. Тройка на нампаде. Делаем Shift-D. Так, ну и вот эти тоже дублируем. Shift-D. Тут, в принципе, без разницы, какая выше попала, какая ниже. Жопа тут двигаться не будет. Но единственное, что вот эту, чтобы она поменьше. Той. Чтоб не промахнуться, короче. Так, тройка на нампаде. Все, штанишки готовы. Выбираем кость и вяжем ее к тазовой кости. Ctrl-P. Keep all set. Так, тройка на нампаде. Нам понадобится еще одна косточка. Делаем Shift-D. Любую. Или вытягиваем, или дублируем. В принципе, не принципиально. Можно ее потом переименовывать. Это как вам будет удобно. Я использую, значит, нумерологию. Кость первая, кость вторая. Вот как базовая она идет. Так мне удобнее искать кости. Я знаю, что двадцать пятую еще, тридцатую. Так, тут теперь понадобится нам Обж. И вот сложность какая. Значит, персонажа вот этого можно аж. Штанишки аж. Скрываем. Выбираем кости. Заходим в Edit Mode. Выбираем весь вот этот рик. И делаем английскую аж. Все. Скрыли. Чтобы он нам не мешал вставлять, значит, кости в волосы. Английская E. Вытягиваем косточку. Alt, P, Clear Parent. Единица на паде. Делаем G. Так. Вот так вот. Эту косточку вяжем. Кости, отвечающие за всю прическу. Ctrl, P, Keep Offset. И английская E. E, E. Так, смотрим. Все попало. Теперь, что можно сделать? Можно сделать Shift D. Потому что она уже привязана к голове. Делаем G. Смотрим, чтобы она четко попала в меш. Ну и тут уже она с изгибом. Тут чуть-чуть уже придется помучиться. Смотрим. Все попало. Ну, делаем опять Shift D. Вот у нас есть тут еще одна косточка. И тут они вот у меня спаренные. Да? Ну, это уже, опять же, тоже не проблема. Выбираем. Значит, G. Это сюда. E. Английская. Ага, E. E. E, E. Так, значит, G сюда. Все поправляем. Все, она опять вязаная. Ну, теперь с разных ракурсов. Вот чуть-чуть у меня тут убежала. Так, теперь делаем Shift D. Да, согласен, что косточек многовато. Ну, зато constrain и все это дело перекроют. Так. Так. Ну, и делаем Shift D. Просто поставим ленту костей вот на эту связку, которая не должна будет двигаться. Вот так. Ну, вот и, в принципе, все. Так, разрядился у меня, значит, агрегат. Единица в нампаде. Копируем все вот эти кости. Shift D. Mirror X Global. Так. Ну, как-то так должно попасть. Все. Alt H. Возвращаемся на место. Тройка на нампаде. И теперь, что нам нужно? Нам все это нужно повязать. Выбираем, значит, нашего персонажа. Выбираем наши штанишки. Выбираем, значит, наш волос. Так. Ну, а теперь выбираем кости. Ctrl P. With automatic widget. Все. Ничего не матюкалось. Значит, сетка у персонажа нормальная. Все зашибись. Так. Выбираем, значит, кости. Заходим в Post Mode. Тройка на нампаде. Выбираем косточку, которые привязаны, значит, наши вот эти. Опа. Пардонки. Не привязаны. Не беда. Заходим в Edit Mode. Делаем Alt-H. Потому что мы тут все скрывали. Так. И получается, вот эту кость вяжем к этой Ctrl-P. Type of set. Так. Вот эти косточки тоже отдельно к головной. Ctrl-P. Type of set. Ну, а вот эти. Давайте к центральной. Ctrl-P. Все. Они к ней привязаны. Все. Не проблема. И перевязка уже прошла. Вот, кстати, когда вы привязываете, после как привязали, значит, рик к персонажу, вы можете делать N-ные манипуляции. Вот, видите. Теперь у вас все будет работать. Так. Почему у меня, значит, тазовая привязалась к голове? Вопрос. Угу. Edit Mode. В голове. Ctrl-P. Keep of set. Вот, смотри. И вот, руководим именно большими управляющими костями, которым все привязано. Так. Немного цвета. Ух. Очень все насыщено в костях. Ну, это все дело поправится после настройки вида костей. Это тоже ролики есть. Я уже все это дело показывал. Ну, давайте настроим. Выбираем кость-управляшку. Выбираем через Shift, левая кнопка мыши, кость. Как она? Голень. Ctrl-Shift-C. Сочетание клавиш. И делаем Inverse Kinematic. Так. Что делаем? Ну, на две кости, я думаю. Так. Тут такая же песня. Ctrl-Shift-C. Inverse Kinematic. На две кости. То же самое. Настраиваем руки. Тоже на две кости. Так. Ну, что, потестим, да? Единица на нампаде. Вот как все тут действует. Вы видите, что рука. R. Вот именно перекрутся кисть. Все нормально. Бицуха. Оно. Все нормально. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Не забывайте, если вы что-то пробуете, движете, возвращайте все это дело назад. Потому что потом вы будете двинете персонажа и будет дергание, значит, на каком-то кадре. Так. Что еще придумать? А вот, что я хотел придумать, значит. Object Mode. Так. Выбираем верхнюю челюсть. Выбираем кости. Заходим в Post Mode. Выбираем косточку верхней челюсти. Ctrl-P. Boom. Object Mode. Выбираем нижнюю челюсть. Выбираем кости. Post Mode. Выбираем нижнюю кость челюсти. Ctrl-P. Boom. Так. Язык. Ну, язык. К нижней, конечно, привяжем. Так что, ты глянь. Надо менять мышку, наверное. Так. Выбираем язык. Выбираем кости. Post Mode. Ну, и к нижней косточке. Ctrl-P. Boom. Так. Глаза теперь. Вот теперь глаза еще проще. Это потом можно будет, когда настроится вид костей, уже вставить кости для глаз. И привязать глаза. И вяжем к голове. Ctrl-P. Boom. Все. Теперь они будут двигаться за головой. Выбираем косточки. Заходим в Post Mode. Выбираем кость головы. Вот вы видите, что все за ним движется. Так. Косточки вот эти можно настроить волос на Copy Rotation. Ссылку оставлю в описании. Ссылку оставлю в описании. Или, может быть, в следующем ролике дальше все это дело поднастроим. Ну, давайте пока я поменяю косточки головы, позвоночник. Вот. 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 Косточки. Вот. Косточки. Ссылка. Косточки в Spine Rotation. Косточки в Spine Rotation. боковая панель позволяет уменьшать размер это тоже будет красный мы эти тоже это тоже управлястки значит они будут тоже красным так вот видите чуть они смещены не проблема добавляем и перекручиваем куда те 0 enter вот так вот на 3 градуса все нормально можно их чуть-чуть увеличить уменьшить и увести назад вперед вот видите надеюсь звук слышно нет читать тихонько говорю сегодня микрофон у меня плохо пишет жалобы на это дело уже были ну ничего если что-то будет не работать значит будет на ускоренном глухонемой фильм так вот это все вот это это будет финджеры и делаем нормальный размер 0 по смещению так ну и можно назначить одной стороне цвет и другой я это уже тоже показывал добавляем группу зеленым добавим но чтобы было видно давайте вот этот вот ну вроде бы все попало дым так и косточки которые нам в принципе не понадобятся это вот эти вот грудные там какие-то второстепенные то это уже можно сферами добавлять сферы вот маленькие их не видно назначить им какой-нибудь там синий цвет и все чтоб они в глаза не бросали пальцы пальцы и кисть я советую оставлять именно кости вот эти потому что очень потом перекрутка идет сложно поменяем тоже на пинджер поставим давайте желтую группу как тройка на нам пади а вот на волос принципе не принципиально здесь можно тоже поставить цирку и это значит уменьшить как бы а вот и нужно все вот эти косточки вот эти все косточки через шифтом или как не зацепить значит управляшки по одной отсидеть или значит вот как сделать можно смотрите выбираем кость вот я подтупляю вот вывели выбрали и назначили допустим сферы подымаете размер ну чтоб они небольшие бы нужно было видно что двигать да и назначайте ну пускай желтый на красном будет нормально видно так есть еще такой вариант семерка на нампаде сделать вот таким образом назначить одним группу допустим синюю переднюю можно зеленую ну чтоб узнали именно что это левая это правая сторона чтобы кость не потянуть куда-то да по западке так тройка на нампаде как то так то вот уже лицо видно кости управления видно осталось теперь заменить вот все вот эти вот косточки так ну что давайте их тоже сделаем сферами сферами но только побольше диаметра ну чтоб они не сливались опять же эти пусть будут желтые вот эти все пусть будут эти зацепил проблема как вот эти косточки вот эти вот косточки они двигаться не будут можно им лайнеры поставить линии какие-нибудь или там ненужная какая геометрия и спрятать их оси допустим лайнер линии все добавляем какой цвет такой очень сраный чтоб их видно не было вот и все вот на любителя тоже по ногам если по ногам то вот эти можно скрыть хотя они будут тоже рабочие да хватит выберем их и поставим давайте тоже фингеры что ли мы их поставим уже так как они управляющиеся то фиолетово или фиолетовые давайте желтым чтоб их так не желтым чтобы было видно ну в принципе все вот такой получился персонаж все теперь сохраняем и тестим так выбираем значит кость таза вот она и есть гуд немножко поправляем значит это циркл назначаем и увеличим теперь мы точно буду знать что это циркл позвая значит джи о ключицы неприверзенной не вопрос эдит мод выбираем ключицы и вяжем контрол пи и по сет груди не осмот выбираем нашу тазовую контрол z файл сохраняем файл тестим ноги тестим таз тестим руки ну ну как их ставить конечно так перекручиваем тестим несмотря на то что а Продолжение следует... Так, вот с этими будет чуть-чуть, значит, геморрно. Но если вы их настроите на слежение за какой-то косточкой, то, в принципе, все перекручивается, все, можно потом использовать шипкие, там еще что-то. Так, вот эту не трогаем, она держит какую-то штуку. И вот G можно, видите, тряпку эту вводить в бок. Перекручивать, там, G. Еще куда-то все это делать, тянуть. В принципе, все работает. Так, все, все нормально, все зашибись. Колено, нога нормально работает, видите, в принципе, ничего не сбивается. Все крутится, все вертится. Вот что-то такое получается тут же уже ваша фантазия. Вот что-то в таком духе. Вроде персонаж нигде не ломается, за исключением вот косточки не хватает на нижнюю часть, значит, вот этой шмотки. Можно дополнительно потом поставить. Это вот именно... Ох, ее тут не видно, да? Ну, давайте покажу. Так, он продолжит. Вот тут на эту часть, вот. Вот на эту еще можно косточку добавить. И она будет фиксирована. Вот к этой привязать, к верхней. И будет все классно. Так, на этом все. Всем пока, до свидания. Этот персонаж будет в группе для скачивания. Уже с ригом. И потом к Клейтону я будет время вставлю. К Клейтону, значит, риг. Ну, а потом буду думать уже за папку с мамкой. Да за ее, как и Джейм, подругу его. Все, всем пока.